МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации городского телевидения. В начале выпуска коротко о главном. Для развития среднего и малого бизнеса в республиканской столице реализация проекта по строительству индустриального парка в Майкопе выходит на новый уровень. Прием витаминов, здоровый образ жизни и закаливание, как в сезон простуды и гриппа не заболеть, совет дают медики. Художественные иллюстрации в дополнении к литературному творчеству и экспозиция картин именитых и начинающих художников Адыгеи и Кабардино-Балкарии в Майкопе. Глава Майкопа Александр Наролин провел рабочую встречу с представителями Санкт-Петербургских консалтинговых компаний, которые выразили намерение участвовать в проектировании создания в столице республики индустриального парка. Все подробности в нашем материале. Создание индустриального парка в первую очередь должно быть нацелено на результат. С таких слов начал рабочий переговор и глава города. Александр Наролин подчеркнул, необходимо, чтобы территория, выделенная для реализации этого проекта, а это 17,5 гектар, была использована максимально эффективно и стала площадкой для развития малого и среднего бизнеса в Майкопе. В этом смысле практически опыт консалтинговых компаний неоценим. В ходе встречи предметно рассматривалась возможность размещения на территории индустриального парка, фруктового и овощехранилища до 3000 тонн, оптового продовольственного рынка, тепличного комплекса, рыбозавода, газогенераторной электростанции. Отмечено, Санкт-Петербургские компании, с которыми ведутся переговоры, могут помочь в разработке проектов и поиске инвесторов. Как отметил глава города, в нынешних условиях Агропромпарк способен внести серьезный вклад в реализацию программы импортозамещения, развитие промышленного сектора, создание новых рабочих мест в городе. В Майкопе отмечается всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Основная причина, по мнению специалистов, резкие температурные перепады, которые фиксируются на территории региона. Врачи рекомендуют в этот период быть внимательнее и соблюдать необходимые меры профилактики. В холодное время года в городских поликлиниках по статистике увеличивается нагрузка на врачей. Взрослые дети обращаются к специалистам с симптомами гриппа и ОРВИ. Любое заболевание легче предупредить, чем лечить, напоминают горожанам медики. В случае с гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией не стоит забывать о вакцинопрофилактике. Осенью, до начала пика заболеваемости, прививку от гриппа предлагают сделать бесплатно в любой городской поликлинике. Этот же укол поможет и в усилении иммунитета. Существенную помощь профилактике гриппа и ОРЗ могут оказать и народные средства, а также закаливание и прием витаминов. Чтобы не заболеть гриппом или ОРЗ, специалисты советуют избегать мест массового скопления людей, употреблять в пищу больше фруктов и овощей, принимать витамины, одеваться по погоде, а при первых симптомах заболевания не медлить с обращением к врачу. В отделении дневного пребывания появилась импровизированная литературная гостиная. Организаторы мероприятия – сотрудники пятой библиотеки. Поводом для встречи послужил юбилей знаменитого русского писателя Антона Чехова. Строчки из его произведения вспоминала и наша съемочная группа. История судьбы, история таланта русского писателя Антона Павловича Чехова раскрывается в фотографиях его семьи и негромком, задушевном повествовании ведущего литературной гостиной. Активисты двух клубов по интересам – «Оптимист» и «Белая трость» – люди пожилые, но читают классическую прозу и поэзию с удовольствием. А уж интересные факты из жизни любимого автора и вовсе слушают, затаив дыхание. Майкопчанка Людмила Константиновна Гришина в прошлом преподаватель литературы. Такие мероприятия возвращают ее снова к истокам профессии. Кто-то новое узнаем в любом случае, конечно. Ну, тем более люди, которые не связаны, с литературой не были никогда связаны, им тем более интересно. Ну, хорошо, в общем, знаете что, это какое-то окно куда-то, культуру, литературу. Ну, в общем, нам нравится. Литературные гостиные, встречи с интересными людьми сотрудники Пятой городской библиотеки проводят довольно часто. Учитываются не только значимые даты и тематический план, говорят библиотечные работники, принимаются и заявки активистов клубов. Вслед за литературной гостиной сотрудниками библиотеки к премьере готовится следующее мероприятие для ветеранов. Не за горами – День защитника Отечества. В Майкопе названы имена победителей второго открытого городского конкурса «Арт-Елка-2015». Церемония награждения лучших из лучших, а в этом году свои работы представило рекордное количество участников. Более 350 состоялось в городском Доме культуры «Гигант». 375 человек приняли участие в конкурсе «Арт-Елка-2015». Елочка-фантазия, елочка-сказка, тельда, снежинка, сладость и гламур – это не только номинации, но и названия работ. Лесные красавицы из бисера, ниток, теста, бумаги и кружева. Фантазию творческих майкопчан жюри конкурса не ограничивала и оценивала по самой высокой бальной шкале. И вот теперь награждение авторов лучших работ. «Я с удовольствием поздравляю вас с этим замечательным событием, с завершением этого сказочного, фантазийного такого конкурса. Хочу сказать вам огромные слова благодарности за ту праздничную атмосферу, настроение, настроение творчества, фантазии, которые вы дарили нам все эти праздничные новогодние дни». Каждый участник получает диплом, победители золотые, серебряные и бронзовые медали – памятные подарки. Зрители в зале не скрывают волнения. Получить за свое творчество победную награду хочется всем. Семья майкопчан-мельниковых елочку на конкурс представила пушистую – из перьев и бисера. Настрой только на победу. «Нам предложили в школе поучаствовать, и мы решили поучаствовать и сделать свою оригинальную елку. Мы из перьев сделали, ее из перьев, с бусинок, с мантиков сделали. Все участвовали, все помогали». Еще одним подарком для всех участников городского конкурса «Арт-елка» стало выступление юных артистов из вокальной эстрадной студии «Радуга». В Картинной галерее Республики открылась выставка с символичным названием «Художник и литература». Здесь представлено более 80 работ 37 авторов. Эта экспозиция является стартовой в череде запланированных мероприятий, посвященных Году литературы. В экспозиции работы художников Адыгеи Кабардино-Балкарской Республики, учащихся детских художественных школ. Здесь живопись, графика, есть и скульптура. Тема – иллюстрации к произведениям российских адыгейских писателей и поэтов. Я думаю, последующие выставки, которые будут организовывать и Министерство культуры, и Картинная галерее, и другие выставочные наши залы, музеи, вы будете посещать и наслаждаться действительно тем творчеством, которое будут представлять наши художники из Республики Адыгея, также из других регионов. В выставке представлены произведения 37 авторов. Подход к сюжету у всех разный. В основе сказки, легенды, рассказы. Для мастеров кисти работа над иллюстрацией основана на литературном творчестве писателя. Проходит красной нитью взаимосвязь художника и творческого человека другого уклона, или композитора, или писателя. И они взаимодействуют, один к одному ничего не нарисуешь. Текст одно, а художник тоже как соавтор идет. И вот это проследить очень интересно. Выставка даст старт проведению ряда мероприятий, посвященных году литературы. В ближайших планах организовать совместную экспозицию работ из частных собраний художников Адыгеи. Это была вся информация на сегодня. Я прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин